Отделом занятости Каинского района у нас как бы поставлена задача для исполнения своих функциональных возможностей. У нас предоставлено оказание 14 государственных услуг, которые направлены на оказание социальной помощи населения, для социальной помощи инвалидов. В эти цели мы как бы поставлены задачи, выполняем. У нас 14 видов государственных услуг, которые направлены на выдачу, из них 5 видов у нас направлены для выдачи услуг лицами с ограниченной возможностью. Это выдача кресла-колясок, выдача трости, выдача, оформление документов в санаторно-курортное лечение, оформление услуг для жестового языка. Эти 5 видов услуг мы оказываем в проактивной форме через портал госуслуг. Проактивной форме у нас оказывается в том случае, когда они обращаются за получением инвалидности по состоянию здоровья. И в этом формате у нас как бы сейчас изменилось. При назначении им индивидуального программы реабилитации, им когда идет назначение средств, эти услуги у нас попадают нам в проактивной форме. Мы им эти услуги оказываем проактивно, без обращения заявителя. Они могут обращаться к нам и через портал ЕГО, посредством ЭЦП, и через государственную корпорацию, то есть ЦОН. По услугам оказания социальной помощи для престарелых, у нас получают услуги 333 пенсионеров, социальную помощь на дому. У нас обслуживаются их 66 социальных работников. У нас 12 сельских округов охвачены в каждый округ. Также мы предоставляем престарелым оформление документов на медико-социальные учреждения. Это получается, что если у них в идеальной программе реабилитации, у них есть лечение, то документы оформляем, и они едут на лечение на 10 дней в социальные учреждения. И есть оформление, когда медико-социальные учреждения, это, по проще говоря, стардом. В таких случаях это у нас самое сложное для нас, не в том плане, что в документах, а именно в эмоциональном положении, что престарелые люди в таком возрасте, их приходится оформлять в социальные учреждения, у которых нет детей, у которых нет родных, и они находятся в такой трудной жизненной ситуации, что приходится их оформлять, и для нас это в моральном положении очень тяжело. Также мы оказываем услуги по назначению социальной помощи по решению местных исполнительных органов. Это самая такая большая государственная услуга, в которой есть 20 видов внутри подвидов услуг по решению услуги. Туда же входят памятные даты, мы выплачиваем оплаты воинам-афганцам, чернобыльцам. Воины-афганцы у нас получают услуги по назначению топлива. Мы выдаем им раз в год для угля и дров, в денежном выражении. Также мы им выплачиваем санаторно-курортное лечение. Они у нас и получают на памятные даты вывода войск с Афганистана вот эти выплаты. Это все вот одна, виды разные, а услуга одна. Также в этой услуге у нас есть выплата пособия для нахождения трудной жизненной ситуации, это когда у нас, у них случаются пожары. Она чуть дольше оказывается, потому что сам услугополучатель пока соберет документы, это восстановит документы на свой этот дом. Если там пристройки, то она как бы более проще, но все равно для получения этой услуги они проходят очень тоже тяжелую ситуацию, эмоционально даже. И мы потом начинаем, нам то надо, это надо. И в этом случае мы как бы заранее, вот сейчас идет предупреждение, пожарники ходят через эти, чтобы именно вот эти собственности, как у нас показало подтопление, у многих жилье не оказалось под оформлением собственности жилья. И вот пожарная ситуация тоже оказывается. Для профилактики мы предупреждаем, оформляйте дома в собственность, чтобы получить эту услугу хотя бы в той форме, сколько положено. А если дом не оформлен, они это получить, эту услугу не могут. После этого, когда вот область у нас прошла вот такая ситуация, мы все Акима округов прошли, и каждый специалист разъяснили, как бы в каждый дом, что проверьте все свои документы. Все как бы под этим ходим, чтобы они все это проверили. Потому что мы уже каждый год эту услугу оказываем и с этим сталкиваемся. Человек приходит со слезами, просит об оказании помощи, а если нет документов в собственности, мы приходится им отказывать. И вот очень тяжело, что как бы в той ситуации находимся, что мы не можем оказать услугу согласно правилам. И они этого получить не могут. По памятным датам мы выплачиваем без обращения. Берем, делаем запросы в государственную госкорпорацию. Именно кто подходит, если, например, на 8 марта, то мы даем выплаты мамам, многодетным матерям. Делаем запросы, и они нам, когда приходит в список, мы их на их не считая, просто отправляем в социальную помощь. Это как бы более упрощенное, без обращения, выдача государственной услуги. По выдаче разрешения трудовым иммигрантам мы предоставляем эту услугу физическим лицам. Физические лица могут оформить на себя трудового иммигранта до 5000 человек. 5 человек, эти трудовые иммигрантами считаются лица, приехавшие с Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. Из этих трех государств они могут оформить себе эту услугу. Данная услуга распространяется только для работников, чтобы все эти работники могут работать в подсобном хозяйстве на территории именно проживания. Они вместе с работодателем проживают в одном месте, адрес, чтобы все это совпадало. И выдача, прежде чем попасть к нам, она проактивно попадает в Министерство внутренних дел. Они у нас проверяют и после проверки приходят к нам. При проверке документов мы выдаем разрешение. Если документы не совпадают, то мы делаем отказ до устранения всех замечаний. Для доступности граждан у нас в отделе расположена зона самообслуживания при получении услуг. Есть официальный сайт, где мы полностью информацию разместили, правила, стандарты, как эту государственную услугу получить. Также у нас все сотрудники, которые оказывают госуслуги, проходят повышение квалификации. И раз в три года они получают сертификаты на оказание госуслуг. Изменения в законодательстве. Мы проводим семинары внутри отдела. У нас проводят аппараты Кеморайона семинары. Есть ли изменения в государственных услугах, есть ли какие-то новшества. И ежеквартально проводим анализы по предоставлению государственных услуг. Делаем внутренний анализ коррупционных рисков, чтобы у нас не было сопряжения с рисками и возможностями, чтобы у нас не пострадал и сотрудник, который оказывает государственную услугу, чтобы не оказался в трудной ситуации. И чтобы услугополучатель получал услуги более доступно, комфортно и ушел довольный при получении услуг. В этом году у нас проведены внешние анализы коррупционных рисков департаментом антикоррупционной службы. Они проверили полностью все отделы районов нашей области и управление координацией занятости. По итогам нам выдали справки, что результаты услуги громких не было. В отдел занятости социальных программ наш отдел замечаний не было. По анализу контроля качества мы проводим сами свои правила. Мы работаем ежедневно и каждый раз, когда у нас эти анализы выходят как услугополучатель, приходит каждый со своей ситуацией, каждый со своими случаями. И в эти случаи мы все приводим к правилам. Сможем мы правила оказать или не сможем? Как я говорила ранее, если документ в дом не оформлен, а он в такой ситуации оказался, что дом сгорел и негде жить, и просит социальную помощь, а документ не оформлен, в этом получается риски. Приходится отказывать. Но согласно законодательству мы не можем оказать. Если есть возможности, если у нас есть коллизии между законодательствами, мы обязательно пишем предложения по изменению в правила, по изменению в стандарты, предоставляем по отчетности, обязательно просим результаты. Если у нас месяца 3-полгода проходит, мы эти запросы наши обновляем, запрашиваем, мы не оставляем без внимания, отправили и забыли. Такого у нас не бывает. Всегда спрашиваем, что по нашему предложению. Мы дозваниваемся и до разработчиков программы. Как бы это изменить и есть ли возможность улучшить получение государственных услуг. Субтитры создавал DimaTorzok